Квоты в бизнесе Мы уже договорились с депутатами, что слова государства, политическая сфера Так, ребята, вы оппонировать будете или что? Не буду стесняться спросить Так вот, слова государства, политика, НКО и так далее не того Конечно же, вы можете использовать аргументы, касающиеся некоммерческих сфер Но только если это будет связано с нашим основным топиком Наверное, пора представить веселых и задорных депаттер Итак, не менее веселому и задорному залу Давайте их поприветствуем В левом углу ринга позиция за Квоты Исследовательница советской гендерной политики Докторантка Центрального Европейского Университета А также участница российского социалистического движения Саша Толовек Не менее значимая фигура и в правом углу ринга Мария Тереза Журналистка, активистка союза марксистов И представительница ресурса феминизма Фрайя Фрауэн Ну что ж, для такого острого спора понадобятся судьи с не менее острым умом И мы нашли их Итак, давайте поприветствуем Доктора социологических наук Высшей школы экономики Специальность экономической социологии и демография Светлана Барсакова Гендерный эксперт Основательница фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest А также соосновательница гендер-тим Ирина Изотова Ну и последнее, не по значению, но, видимо, по времени прибытия Политик Юлия Галямина Она немного задерживается, но обещала прийти Итак, наверное, мы можем начать, только проверим Дебатеры, вы готовы? Да Супер Судьи, вы? Абсолютно Пришедшие судьи тоже готовы? Ребята, а вы готовы? Да Тогда можем начинать Итак, первый раунд Каждый из дебатеров представляет свою позицию На это у нас отводится 6 минут Тайминг довольно строгий По результатам жеребьевки Первой в борьбу вступает Мария Тереза Позиция против Маша, вы готовы? Да Отлично Тогда время Тогда время начинается Поехали Ну что ж, всем привет Очень рада здесь быть сегодня У нас очень интересные дебаты намечаются Потому что критика, вот здесь будет слева А не справа Потому что в противном случае На моем месте сидел бы Такой эдакий господин Который говорил бы, что Женщинам вообще не место Ни в политике Ни на работе И вообще лучше пусть идут на кухню Но критика Квот слева Она на самом деле Еще более важна Потому что если Сформулировать мою позицию Достаточно коротко То я против Квот Потому что я За социализм Звучит неожиданно Однако это именно так Вообще я представляю Марксистский феминизм сейчас Поэтому Сразу обозначу Что моя позиция Она вытекает Как раз таки Из этого нашего Теоретического учения Соответственно В чем она заключается В том, что Если мы Занимаемся Квотированием женщин В коммерческих структурах То по сути Это вообще не решает Проблемы дискриминации Это решает только то Что на высших постах Оказываются Да, женщины Но они Опять же владеют капиталом Соответственно Они поставляют Наиболее привилегированные Слои населения Нашей же задачей Является Как раз таки Права Всех женщин Да, трудящихся женщин А не только тех Кто обладает Деньгами А соответственно И властью Именно поэтому Считаю Что квоты В нынешней России В России сегодня Они К сожалению Приведут только К деградации Движения за права женщин И это вытекает Из исторического опыта Хотелось бы верить Что если мы Механически Вводим квоты В политике В коммерческих Структурах И так далее То все заживем Прекрасно И завтра Все будем равны Но к сожалению Это так не работает И на самом деле Это приводит Лишь к косметическим Изменениям Причины же Они более глубинные Женщина Она угнетена Дважды Соответственно И капитализмом И патриархатом Если мы смотрим На современную ситуацию То оказывается Что убрать капитализм Это главная задача И невозможно Это сделать с помощью Никаких квот Никаких Даже к сожалению Феминитивов Потому что Это не изменит Ситуацию в корне А именно Экономическую эксплуатацию Которая лежит В основе Неравенства Поэтому квоты В нынешней Опять же Ситуации Они приведут Только к тому Что будет ощущение Что да Вот у нас пожалуйста Глава банка Да Или вот тут Вот замечательная Валентина Терешкова В госдоме сидит Только все мы прекрасно знаем Что эти замечательные Прекрасные женщины Они к сожалению Не за права женщин там Они отстаивают Права капиталистов А не права обычных женщин И это видно Снова и снова Тот же Ирина Яровая Да Тоже замечательная Женщина в политике Да и в бизнесе Успела тоже Немножечко преуспеть Но при всем этом К защите прав женщин Имеет весьма Опосредственное отношение Зато Подлила масло В огонь Всем активистам И тем Кто занимается Вообще Какой-либо Деятельностью В России Если мы говорим О социализме И о том Что нас ждет Теоретически при нем Или что было В прошлом Здесь ситуация Не столь однозначна Потому что Безусловно Квотирование Оно имеет Право быть Но В определенные Переходные периоды К примеру Если мы берем Ранний СССР То мы увидим Что там действительно Был опыт Прогрессивного Применения Квотирования Однако Не все там Было идеально В СССР Вообще много чего Было не идеально Тем не менее Мы этот опыт изучаем И можем понять Что к чему В будущем Мы конечно же Понятия не имеем Что нас ждет Но Однозначно Мы можем утверждать Что Неравенство Мужчин и женщин Оно не снимается Автоматически Даже при революционной ситуации Показ Экранчик Таким образом Мы можем Мы можем Мы можем Видеть Что Если При переходных Этапах Квотирование Может Как раз таки Позволить Достичь равенства То В условиях Капитализма Это приведет Исключительно К тому Что Права Наиболее Привилегированных Женщин Будут в приоритете Права же Трудящихся женщин Простых Вообще Обычных Как мы с вами Останутся К сожалению На последнем месте Где они есть сейчас И Чтобы это изменилось Нужно Реальное вовлечение Женщин в политику Я являюсь Активисткой И мы пытаемся Заниматься Вовлечением Низовых Активисток В работу Структуру Организации Это очень сложная задача И Более того Даже если мы возьмем Тех же большевиков Им это ой как не до конца Удалось Хотя По сравнению С другими партиями Это было весьма успешно Тем не менее По итогу Можно Однозначно сказать Что Сейчас Если мы Смотрим На Россию То Квотирование Нас Привезет К тому Что будет Иллюзия Что Да Есть женщины Да Они что-то Вроде как Делают И во всех Капиталистических Странах Это В разной степени Приводило К тому Что Казалось Что женщины Вовлечены По факту Это означало Только то Что в очередной раз Капиталисты Всех обманули И продемонстрировали Наиболее актуальные вещи В общем-то Спрятав За ширмой Этих женщин Те самые Интересы Капитала В общем-то Моя позиция Все Остается 15 секунд Пожалуй Я закончу Так Ребят Пока мы решаем Технические вопросики Скажите пожалуйста А вам было слышно? Похлопайте Если да Для тех Кто пришел Чуть позже Я напоминаю Что сегодня У нас не просто В смысле Не сложный дебар Но еще и дебар В социально-политической функции Потому что мы Собираем поручительства Для Редакторов Доксы Поэтому И во время перерыва И очевидно После этого ивента Если у вас есть вопросы Вы можете подходить К столику слева Вот Люди машут Кричат Молят Подойдите к нам Но сейчас Этого делать не нужно Ну а если вы уже Полны решимости Вписаться в это Бравое дело То конечно же Листочки Формуляры Для поручительства Спасибо большое Добрый вечер Я сегодня буду выступать Идея позитивной дискриминации Позволяет его Как раз и Скорректировать Второй важный Тезис Стоящий за идеей Позитивной дискриминации Это то Что субъект Определяется Не чем-то Эзотерическим А нашим Интеллектуальным И телесным Опытом труда Отношения к Труду И опытом выживания И таким образом Мы В силу Своего Ежедневного выживания Обладаем Определенным знанием В силу своей позиции В этом обществе И только Это знание Способно изменять Существующие институты Которые были созданы Совершенно без нашего участия И это изменение Возможно Именно благодаря Кватированию Потому что Кватирование Это разговор О критической массе Голосов Которые ранее Были исключены Из существующих институтов А не отдельных Яровых и Терешковых И это принципиальный вопрос Кватирования Это перераспределение Ресурсов Изменение Институциональной системы Мы конечно можем Наверное поспорить О том Как мы видим Борьбу сегодня Но Кватирование Это то Что направлено На изменение Существующего порядка С предоставлением Дополнительных условий И равных возможностей Тех Кто решили их на старте Второй важный тезис Это то Что нам нужны Именно гендерные квоты И здесь я соглашусь С Машей В том Что нам всем известно Капитализм И патриархат Это двойное угнетение И нам продается Наш бесплатный труд Под этикеткой любви Заботы Или семейных отношений И на нем Паразитируют Существующие системы Соответственно Даже после Экономического Перестройки Ни в коем случае Не произойдет Моментальное Исчезновение Всех глубоко Сидящих стереотипов Что опять же Прекрасно показал И советский опыт И опыт других Социал-демократических Допустим Стран Таким образом Нам необходимо Именно гендерное Квотирование Чтобы принести Этот женский опыт Недоступный Иначе Для тех Кто проектирует Принимает политические Решения Или решения В том Как защищены Права рабочих Допустим Таким образом И например Когда мы говорим О квотировании Важно учитывать Что стереотипы Сегодня конечно же Существуют Все меньше Мы услышим Их прямолинейные Выражения Потому что Ну уже Дурной тон Но тем не менее Есть такие Их скрытые формы Институциональные Как раз Как например Наказание за материнство То есть Потеря женщин В результате Рождения ребенка Как карьерно Так и с точки зрения Зарплаты Ну и в заключении Если говорить О косметических Ремонтах Или о фундаментальных Пересмотрах Конечно Гендерные квоты Показывают Свою эффективность И с точки зрения Именно защиты Прав трудящихся Женщин Потому что Как мы прекрасно знаем Права не дают Права берут А как еще Возможно Взять эти права Как без права Принимать решения На каких-то Ключевых Позициях И если мы посмотрим Даже На статистику Существующую Статистику Компаний В которых Более гендерно Взвешенные Руководящие Органы Мы увидим Что там Гораздо С большей Вероятностью Будет предоставляться Возможность Работы Из дома Или какие-то еще Специальные льготы Для женщин Которые в противном Случае отсутствуют Для женщин Трудящихся Вопрос в том Еще конечно Как будет устроено Наше квотирование Говорим ли мы О такой его Лобовой форме И вообще-то Для меня удивительно Что мы сегодня Если честно Спорим о том Надо или не надо Когда разговор Идет о том Должно оно быть Принудительным Или должно оно быть Добровольным В большинстве случаев Потому что Квотирование Это самый буквальный Способ Перераспределения Ресурсов Потому что Это требование Делить их порогну И таким образом Если говорить Еще о примерах То если говорить О советском опыте Декриминализации Абортов Охрана труда И многие другие Инициативы Благодаря которым Декретные отпуска И прочее Благодаря которым Права трудящихся Женщин Хоть сколько-то Были сравнены С правами мужчин Все это заслуги Не отдельных Партийных лидеров Как мы с тобой Прекрасно знаем А женщин Которые Были негласные Твоты в профсоюзах Которые были Опять же Довольно Насильные Продвигаемые На министерские Должности Целью пропаганды Достижения Социализма На котором были Буквальные квоты В Верховном Совете И других Органах В СССР Например И таким образом Важно Что Присутствие Критической массы Женщин На руководящих Постах Позволяет им Как раз В отличие От этих женщин Что пробились Перегрызли Глотки Своим соперницам Строить свою идентичность Не на Дисидентификации Женским опытом Ставя себя В пример Что я же смогла Вы не можете А напротив Растить коллективное Сознание Создавать Политическую Нередко Субъектность Озвучивать Общие требования И кроме того Это просто Приводит К звучанию Намного большего Количества голосов А не поддержание Статуса Кво Который Продвигает Только наиболее Привилегированных Людей На этом я закончу Спасибо Отлично Спасибо большое Девушкам За то Что представили Свои позиции Мы переходим К следующему блоку Встретились Как-то Марксистка И социалистка И спор О гендерных Квотах И нет Это не начало Анекдота Тема Я напоминаю О нас серьезно А это Наиболее Частый Комментарий Под анонсом Этого Ивента И соответственно Наибольшую Возможность Прояснить Разницу Не только И не столько Между позициями За Или против Столько Между аргументами Двух Конкретных Участниц Поможет Наш следующий Этап Наш следующий Блог В ходе Которого Одна из сторон Будет задавать Вопрос И далее У нас Будет Возможность Выслушать Ответ С другой Стороны И послушать Череду Контраргументов По две С каждой Стороны То есть Это такая Самая Полемичная Часть Сегодняшнего Мероприятия Так Но мы Не выяснили Сначала Кто Хочет Первый Задавать Вопрос У вас Будет Время На подготовку Но давайте Все-таки Определим Кто Стартанет С вопросом Хорошо Тогда У Саши Толовер Которая Задает Вопрос Марии Терезе То есть Позиции Против Есть 30 секунд На то Чтобы Сформулировать Вопрос И Озвучить Его Да Сформулировать Вопрос И Озвучить Его Озвучить Саша Готова Да Давайте Все Промкли Сколько У меня Назвучит Я Скажу Вам Сейчас Когда Саша Задаст Вопрос Да Ты Говорила О том Что Ты Занимаешься Как раз Вовлечением Женщин И прямым Вовлечением Женщин В политику И ты Занимаешься Этим И встречаешься Со Сложностями И Вот Вопрос У 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 Женское Подразделение И Каким Образом Да Можно Убедить Своих Коллег По Главному Движению В Необходимости Включать Женщин В Работу У У Стороны Против Полторы Минуты На Чистый Ответ Все Время Пошло Отличный Вопрос Потому Что Как раз Таки Из Практики Мы Создавали Организацию В которой Изначально Будет Здоровый Климат То есть Мы Уже Прошли Набили Шишки Все Были В Организациях Где К Женщинам Относятся Мягко Говоря А Не На Равных Сталкивались С Крайне Неприятными Инцидентами В том Числе В Левом Движении И Поэтому Когда Организовывали Союз Артистов То Решили Что Изначально Нам нужен Здоровый Климат Без Всего Этого И Прописали Четко Уже В своем Манифесте Отношение К женскому Вопросу Что Сразу Отрезало От нас Некоторую Часть Всевдолевых Которые На самом Деле Являются Глубоко Консервативными Людьми Которые В целом Вообще Не Принимают Ни Это И Не Только Поэтому Эта часть Была Сразу Как-то Проведен Барьер Между ними И Вступление В организацию Потому Что Они Этот Принцип Не Приемля Что Прекрасно И В дальнейшем Мы Пытаемся И Сейчас Активно Ведется Работа В том Числе Сидящими Здесь Товарищами Моими Активистками Из Фрайфрауин По Включению Женщин Именно В Марксистские Организации В том Числе И Женщин Работающих Я буду Об этом Еще Немножко Косвенно Говорить Потому Что Защита Прав На Конкретном Рабочем Месте У Женщин Тоже Как Вы Знаете И Отличается К Мужской Отлично Спасибо Теперь У нас По 30 Секунд На Соответственно Под Греблики С каждой Стороны Так Секундочку Все Саша Если Готова Запускай Таймер Да Мне Кажется Немного Парадоксальным Даже Твой Ответ Потому Что Это По сути Уход От 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 Вопрос В том Как Объяснить Необходимость Вовлечения Женщин Потому Что Как мы С тобой Согласны У нас Существует Система Двойного Угнетения Это Труд Забота И Прочее Что Часто Предотвращает И Отговаривает Нас От желания Занимать Какие Нибудь Руководящие Должности И Это Личная Черта Но Нет Супер Мария Если Что Ответить Безусловно Для Мне Это Не Уход От 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 Потому Что Для Меня Очевидно Что Для Моих Товарищей Женский Вопрос Он Очень Важен Но Действительно Извне Может Показаться Что Нужно Убеждать В Это На Сам Деле Всему Ответ Это Теория Марксистская Теория Потому Что По сути В ней Уже Даются Ответы На То Что Женщина Угнетена И Этому Нужно Уделять Огромное Внимание В Левых Спасибо Прежде чем Мы перейдем К Заключительной Реплике По Этому Вопросу Так Маша С микрофоном Надо Что-то Сделать Можете Его Поднять Ну Если Лучше Слышно Еще Так Давайте Поддержим Марию И Послушаем Послушаем Саундчек Мария Скажите Что-нибудь Еще разок Раз Два Три Четыре Пять Шесть Отлично Звук Нормальный Ребят Тихо Еще Тихо Нормально Нет Ну В принципе Я могу Просто Громче У Саши Нет У Саши Мы ничего Убавлять Не будем Есть ли Возможность Прибавить Сейчас Организатор Мне показал Вот такой Знак Что значит Скоро Все будет Намази Ребята Но Вы пока Парите Мария Так Окей Кто Сейчас Чаще Сейчас Реплика 30 секунд Моя Отлично Хорошо Тогда Таймер На На 30 секунд Заведет Поехали Да Понятно Все Теоретической Базе Но Здесь же О чем Я пытаюсь Говорить О тех Самых Например Синдромах Самозванки Или как Показывают Исследования О нежелании Женщин Находиться В конкурентной Среде И часто Согласие На менее Оплачиваемую Работу Или уход От ответственных Постов Потому что В процессе Нашей Социализации Появляется Неуверенность В публичном Поле В конце Концов Традиция Нашего Извините Присутствие В публичном Поле Намного Короче Чем У мужчин Окей Спасибо И финальная Реплика По этому Вопросу У Марии Мария Напоминаю Про звук Говорите Чуть громче Время Пошло На мой взгляд Социалистические Организации Они являются Наиболее Прогрессивными Сейчас И поэтому В них Изначально Должны Закладываться Здоровые Отношения Где В принципе Все Строится На На принципах Равенства И именно Поэтому Нужно Демонстрировать Пример Потому что На мой взгляд Как раз Таки В активистских Организациях По крайней мере В нашей Такая проблема На острове Не стоит И нам Нужно Заниматься Как раз Вовлечением Женщин Которые Понятия Не имеют О том Как добиться Чего-то В жизни При этом Не конкурируя С мужчинами А для этого Нужно И вести Стехническую Агитацию И пропаганду Но Квоты И здесь На мой взгляд Далеко Не на первом месте Отлично Спасибо большое Со звуком Решился вопрос Да Все 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 по-прежнему Намази Ребята Организаторы Пространства Политика Никогда Не подводят Поэтому И вы не подводите Их Подписывайтесь На наши соцсети Супер Тогда Ответная Операция Вопрос Готовит Мария Тереза Саша Толовер То есть Позиции За 30 секунд На подготовку Пошли Я готова Ну Тогда Не будем Тянуть Задавайте Вопрос Вот Ты чередовала Аргументы О квотах Сейчас И О том Что Было В СССР А Не кажется Вот Какая По твоему Связь Между Квотами В бизнесе При капитализме В современной России И тем Чего Добились В СССР Отлично Саша У вас Полторы Минуты На ответ Спасибо За вопрос Но Как бы Мой главный Тезис В том Что Квоты При любых Раскладах Необходимы Потому Что Квоты Это Есть Такая На мой Взгляд Самая Радикальная Не самая Радикальная Как раз Может быть Ну да Радикальное Воплощение Идеи Перераспределения Ресурсов И право Представлять Собственные Интересы Поэтому Они Равно Нужны Для защиты Трудовых Прав Женщин Сегодня При существующем Капитализме Потому Что Только С должным Уровнем Представительства Женщин На всех Уровнях Как в бизнесе Так и в политике Так и в активизме Будет возможно Озвучивание Того опыта Тех проблем И того знания Которое Преистекает Из повседневного Опыта Нашего То же самое Мы видим с тобой На примере Женотдела Или советских Организаций Женщин Или профсоюзов Которые Оказались Необходимы Даже в условиях Отмены Частной собственности И переустройства Экономического Потому Потому что Опять же Иначе Без квотирования Эти вопросы Вообще Не находят Своего пространства В актуальной повестке Нет никаких гарантий Что найдется Достаточно много Смелых И отважных Девушек Которые будут Пробиваться На руководящие Должности Будь то В активистских Организациях Будь то В политических Партиях Или в компаниях Или в профсоюзном Движении Это требует Ну как бы Вся речь о том Что мы требуем Специальной поддержки Супер Спасибо Мария Готовьте Реплику 30 секунд Пошли Я не соглашусь С аргументом По поводу Профсоюзов И прочего Потому что На самом деле Профсоюзы И все остальное Эквотирование При социализме И профсоюзы И прочее При капитализме Совершенно Разные вещи И если одно При капитализме Вредит То другое При социализме Будет полезным Потому что С теми же профсоюзами И с тем же Вовлечением в политику Если мы говорим О том Что сейчас представляют Государственные профсоюзы Которые просто Дают путевки И полностью Находятся под контролем Государства То это не имеет отношения К тому Что было при социализме И так же с хвотами Хорошо Саша Если есть что ответить У вас 30 секунд Да Но я говорю Не обязательно О государственных профсоюзах Да О независимых тоже В которых Мы видим Тот же гендерный дисбаланс Да Как и во всем И здесь Мне кажется Эта конфронтация Она несколько ложная Да Это не значит Что в государственном Значит Только будут Продвигаться квоты Напротив Мне кажется Что это фундаментальный Пересмотр нашего отношения Завершая Хочу сказать Что на самом деле Я считаю Что нужно четко Разделять Что то Чего добились При социализме При попытке Устроительства в СССР И то Что внедряется сейчас Это совершенно разные вещи Потому что Квоты В нынешнем виде Они опять же Будут только Для привилегированных И это не имеет отношения К обычным женщинам Зачем же нам тогда Это нужно Если мы можем Вовлекать их в политику Другими инструментами И как раз к этому Я и призываю Спасибо Спасибо Давайте поддержим Наши дебаты А мы переходим К следующему этапу Нашей дискуссии Как символично Говорим про гендерные квоты А место одной женщины Эксперта Пустует Сказал бы Наш хейтер Но на самом деле К счастью Это не так Юлия Галямина Политик Прибыла Как раз таки К части судейской Давайте ее поддержим Радцуем Давайте пока Юлия Осваивается здесь А мы готовимся К следующему этапу Я немного расскажу о нем Сейчас очередь судей Показать свою компетентность И от судейского столика Должно прозвучать Три вопроса Один вопрос общий Обеим дебатеркам И по одному вопросу Каждый из них Наверное Мы дадим вам Тридцать секунд На формулировку Первого вопроса Определить Во-первых Кому он будет Во-вторых Кто его будет озвучивать Так И Да Время пошло Есть один общий вопрос Ко всем К обеим И вопрос Каждый из них У меня вопрос Представляете еще раз Что вы сказали Кратко Какие у вас вопросы У меня вопрос Вы задумываете Пожалуйста Ваши мысли Нет Я могу Обязательно На адекватирование Это самый радикальный способ Уравнивания То, что по ресурсам Все За счетой этой девушки Что это все равно Ничего Без социализма Все равно Швах При рыночных отношениях Любое плотирование Давайте Проходи Жизненный вопрос Обмен Который начался Так Мужчины говорят Зачем плотирование Нужно В бизнесе Я выбираюсь Я хочу Это мой бизнес Что У нее позиция Что и не надо Вашу акватирование Не унижает ли женщину Давайте Унижает Акватирование Женщину Я бы унижала Да Или вообще Почему Они рассказывали О гендерном равенстве Они приравняли понятия И гендер И женщины Сначала За гендерное равенство А потом Дискриминация Женщины Уравнивает Права жизни Людей все Женщины 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 Я предлагаю Много на каждой Присадать вопрос Но Мы просто не понимаем Как нам распределиться Общий Один двум Один Это самое Получается Построить Три вопроса А можно я задам Общий вопрос Как человек Который Только Не шел Ну да Да Так Вопрос задает Юлия Галямина Давайте ее поддержим Друзья мои Поскольку я ничего Не слышала Поэтому Я задам вопрос Вообще Такого Философского характера Вы знаете Я бы как женщина Квотирование Унижала бы Вот мне кажется Что же я Сама как женщина Не могу без квотирования Что ли Я всегда Без всяких Квот Всего достигала Скажите А квотирование Женщина не унижает Это для обеих Участниц Вопрос Так Получается У каждой дебатерки Будет полторы минуты На ответ Тридцать секунд На подготовку Обеим Кто Готов Отвечать Первый Я наверное должна Я же за квоты Хорошо Вам нужно время На подготовку Ну давайте Я чуть-чуть Подышу Давайте Подышите Пожалуйста Не всякое Не всякое Красное Должно Дышать Наша Почта Наша Бесполезная Это Ваше Не Не Я очень люблю Краснодарские Вина А Вашему Это В смысле Вашему Это Вашему Вашему Какое Рымское 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 Понятно Рымское Надо пить Кыму Все Готова Все Отлично На вопрос Юлии Галямина Отвечает Саша Толовер Сейчас Секунду Прошу прощения Все Время пошло Полтора минуты Спасибо за вопрос Он действительно важный И ключевой Для разговора О квотах И позитивной Дискриминации И как я Говорила Она основана На идее Того Что все-таки У нас Как женщин На которых часто Ложится труд Забота Или как минимум Стереотип Или определенного Типа социализация Есть много ограничений Так называемый Синдром самозванки Который был впервые Выявлен психологами Именно на Примере Женщин Достигших Высоких Карьерных Результатов Которые все время Думают Что их Растекретят И обнаружат Их Некомпетентность И это Связано И это связано С стереотипами С тем Что во время Нашего взросления Постоянно повторяется Насколько неудачно Что мы такие Родились Умные Способные Или трудолюбивые Ведь место Девушки Совсем в другом месте Вот С одной стороны А в то же время И как бы Хватирование Позволяет Как раз Такого рода Штуки Нивелировать Поддержать Тех Кто постоянно В себе сомневается Ну тут это Очень личный разговор По своему И мне кажется Что нет ничего Унизительного В том чтобы Поддерживать Друг друга В том числе Поддерживать Друг друга Как женщин Не равняться Не соревноваться Друг с другом И не говорить Я же женщина Смогла А ты почему не можешь Потому что у женщин Тоже бывают Разные биографические выборы Кто-то выбирает Иметь детей Кто-то выбирает Не иметь детей Кто-то выбирает Гетеросексуальные А кто-то Не гетеросексуальные Как бы Контакты И в итоге Одни могут Претендовать На Конвекциональную Женственность А другие нет Вот так Спасибо Спасибо Так Теперь Маша Вам нужно Время на подготовку? Да Нужно ли Озвучивать вопрос Еще разок Или вы помните Не обязательно Хорошо Давайте Тогда Начнем Полторы минутки Начинаются Моя позиция заключается в том Что Квотирование При капитализме Оно К сожалению Унижает всех Кроме Наиболее привилегированных Которые Как всегда Остаются И при деньгах И власти И в коммерческих структурах Потому что По факту Если мы посмотрим Например На аргентинский кейс 91-й год Ввели квотирование И в итоге Что же оказалось Действительно Попали в парламент женщины Только это были Любовницы депутатов Которые туда пропихнули И вот К сожалению Это показатель того Что решают Это как раз Те у кого Капитал в кармане А не те Кого квотами Вот Даже Имея благие намерения Пытаются Продвинуть В различные органы И поэтому Здесь я считаю Что Нужно В первую очередь Думать о том Что В текущей структуре Это Ну никак Не может привести К реальной Вообще Репрезентации Женщин Что же касается Именно вот Переходного периода Там социализма Попытка устроительства То там Иногда Это да Бывает обусловлено К примеру Когда перед началом И в ходе НЭПа Женщины Изначально Были представлены Очень плохо В тяжелой промышленности А она стала Активно развиваться И тогда На мой взгляд Если бы Там вот Вы пытались Внедрить эти практики И больше женщин Смогли бы Получить В более высокую квалификацию Которую им отказывали Это бы продвинуло Женский вопрос В СССР Но У нас не СССР Не социализм А капитализм Где вообще Все что происходит наверху Оно в общем-то Унижает всех Спасибо Спасибо Давайте поддержим Депутер И на очереди Второй вопрос От судей Теперь уже Либо Депутерки За Либо Депутерки Против Вы готовы? Да Задает вопрос Светлана Барсукова Давайте ее поддержим Мне безумно любопытна Ваша позиция Я не знаю Как ужать свое любопытство До одного вопроса Мне во-первых Очень интересно Технически Как предполагается Рассчитывать На уровне Организации В целом Например В Газпроме 30% Или на каждом уровне То есть Среди техничек Уборщиц 30% Среди член управления 30% Среди Людей Которые обслуживают Вышки В тундре Тоже те же самые 30% Как вы с этим будете Значит И Из этого еще другое Вы постоянно говорите О гендерном квотировании А потом Тут же Меняете слово Гендер На слово Женщина Женское квотирование Ну гендер Мужчина тоже Пардон Гендер Если вы хотите Уравнять И как бы Облегчить их Положение В тех отраслях Которые в силу Культурных Стереотипов Дискриминируют Их То тогда Вы должны Не только Кватировать Место женщин Среди забойщиков Скота И шахтеров Но и место Мужчин Среди техничек И нянечек В детских садиках И в избирательных комиссиях Как нам сказали 75% Женщин Понимаете Вот К такому повороту Я как-то Вашу речь Приложить не могу Это все время Про дискриминируемость Девочек Которые с детства Объясняют Что они должны Качать пупсика А не делать Что-то великое А вам не кажется Что нагрузка Которая при этом Накладывается На мальчиков В силу Вот культурной Вот этой фабулы Она еще Более чудовищна Они растут С ощущением Что они должны Быть кормиться Но вы не называете Эту Дискриминируемость Их положение Понимаете То, что им тоже Не остается выбора И как бы они Не любили детей Они не пойдут Нянечка В детский садик Это тоже Культурно табулированная вещь То есть получается Надо Чтобы уравнять Их Надо все позиции Все профессии Все отрасли Все 50 на 50 Ну так-то уж Если Это как вот этот Шариков Поделить Просто поровну А в балете Как будет сложно Болеть Это был вопрос Я понимаю Саша Соловер У вас есть Пьесы Вопрос большой И длинный Надеюсь Вам его было слышно Дадим Саше Времени на подготовку А пока Ребята Разговор С вами У кого есть Вконтакте Заходите Пожалуйста В нашу группу Пространство Политика И там Под Постом Соответствующим Про гендерную Квоту У вас будет Возможность И есть Сейчас Написать В комментариях Ваши вопросы Дебатерам Вы можете Указать Кому именно Потому что От вас Ровно Минутки через Три Будет ожидаться Или через пять Будет ожидаться По два вопроса Дебатерки За И дебатерки Против Очень надеюсь Что из вас Найдутся смельчаки Которые Придумают И напишут Талантливый Ну или не очень Талантливый вопрос Лучше Лучше все-таки Унифицировать Этот процесс Лучше все-таки Вконтакте У всех ли Есть возможность Из тех Кто хочет Задать вопрос Зайти вконтакте Молчание Знак согласия Считаю я Нет? Да не знак согласия Так Ну Надеюсь Объявление Мое Услышано И вы начали Строчить Свои вопросики Самое интересное Мы сейчас Озвучим Саша Достаточно ли Я отвлекла Внимание Аудитории Вы подготовились? Надеюсь А можно пока вопрос Куда комментарии Второй пост Второй пост В группе Да Смотрите Первый закрепленный пост Тоже важен Потому что В нем Мы рассказываем Чуть больше О деле доксы И о том Почему мы собираем Поручительства Этот пост Тоже важно Прочитать Но чуть позже А если вы спуститесь Ниже Там будет Как раз таки Пост О сегодняшнем ивенте В комментариях В нем Как раз таки Пишем свои вопросики Окей? Супер Тогда Не отнимаю Больше время Эфирное Саша Толове Позиция За квоты Полторы минуты Пошли Спасибо большое За вопрос Действительно Квоты Часто устроены Очень сложно И моя задача Здесь сегодня Не предложить вам Готовую схему Квотирования Но например Распространенный сюжет Это квотирование В 40% Каждого гендера Не менее 40% И дальше Есть какой-то люфт Который решается Той самой свободной Конкуренции Или прочим Если честно Я ждала Чтобы обвинить меня В бинарности А не в том Что мужчины Тоже страдают От того Что они не могут Работать На низкооплачиваемых И непростых работах Но я с вами Вместе с тем Совершенно согласна Как верно Пишет Рейден Коннел О том Что государство Это по сути Осуществление Насилия мужчинами В отношении мужчин И гегемонная маскулинность Тоже весьма тяжелая вещь Которую переживают Мужчины На повседневной Основе И безусловно Это важный вопрос Но он-то как раз Решается не квотами А скорее может быть Изменением системы Декретных отпусков Или прочим Или какой-то Культурной работой Квотирование же Все-таки Всегда говорит О доступе к ресурсам К которым Так или иначе Доступ был закрыт Будь то Запрет на определенные Специальности Дискриминационные Стереотипы Необходимость Уходить в декретный отпуск Который негативно Сказывается на карьере И прочие вещи Это не распределение Как раз тяжелой работы Поровну между всеми А предоставление Специальных возможностей Для тех Кто был их лишен И это важно Потому что Конечно Это неприятно Сдавать привилегированные позиции И поэтому Против квот Так часто выступают Спасибо Давайте поддержим Так Наверное у нас финальный вопрос Задает его Ирина Изотова Я так понимаю Что представительница позиции Против Пожалуйста Слово Ирины Почему же Я абсолютно за Я абсолютно поддерживаю В этом плане Сашу Я слышу аргументы Овех сторон Спасибо Очень все здорово идет Вопрос Маша Вария К вам У меня он Двучастный Первая часть вопроса Это все-таки Про бизнес Давайте вернемся К обозначенной Сегодня теме Квоты в бизнесе Бизнес В капиталистической системе Строится по принципу Выгоды Поэтому Если мы не упускаем Эту историю с политикой И когда там Пытаются Квоты распределить Между своих Бизнесу наверняка Было бы интереснее И выгоднее Квоты Давать тем Получательницам Которые конкурентны В бизнесе Которые могут Принести прибыль А значит Они профессионалки И здесь речь не идет О привилегии Какой-то Некорректной И нечестной Здесь говорится О некой Прогрессивности Этих женщин И конкурентоспособности Этих женщин То есть я думаю Что в этот момент В бизнесе Именно Мы могли бы Забыть Эту фразу Про то Что только Привилегированные Некой привилегии Женщины В капиталистической системе Получают Эти квоты И эти выгоды Первая часть вопроса Вторая часть вопроса Если вам удастся Ответить на него Мне искренне интересно Вы считаете Правильно ли я поняла Что вы считаете Что квотирование Капиталистической системе Бесполезно абсолютно В социалистической Она работает Но вы сказали Что в социализме советском Она тоже очень плохо работала Вот Вопрос к вам Опишите мне пожалуйста Систему Некий образ общества Модель общества В котором Эти квоты не нужны И каким образом Вы видите переход К этому Общества От текущей системы Капиталистической Потому что мне кажется Что это достаточно Утопичная идея Просто откладывается Реальное решение проблем За счет механизма Квотирования Какое-то Отложенное Неопределенное Будущее Утопичное И непонятно Когда оно придет Когда сколько-то Поколений сменится А где результат Сейчас Сейчас Надеюсь что все было Ясно Хоть не кратко Ясно но не кратко Спасибо большое Ирина Давайте поддержим ее И отличные вопросы Наши цели Маш Наверное вам нужно Время на подготовку Или вы готовы сходу Я просто пытаюсь Распределить время Как быстренько На каждой Корпу Хорошо Давайте 30 секунд На тайм менеджмент Запускаю таймер Так отлично Ребята Пока у нас есть Целых 20 секунд Я еще разок Напоминаю вам О возможности Написать вопросы Ребята А вообще Вопросы Все Ребята Мне организаторы Тут нашептали Что вы супер Мне даже показали Большой палец Что происходит Очень редко Но значит метко Ну все Время подошло к концу Мария готова? Да Супер Тогда полторы минуты Начинаются Поехали Если мы берем бизнес То к сожалению Все равно Акватирование Там будет распределяться Например Есть у нас стеклянный потолок Он никуда не денется И соответственно В дальнейшем Эти квоты будут распределяться Среди женщин Которые уже добились Некоторых высот А в капиталистическом обществе К сожалению Вероятнее всего Это те Кто изначально Уже был привилегирован Соответственно В данном случае Я считаю Что оно Опять же Довольно бессмысленно Потому что Тем кому и так Хорошо будет Еще лучше А тем кто Снизу Они все равно Не смогут Пробить этот стеклянный потолок С помощью Соответственно Который Который По сути По сути Не таким утопическим Однако Он вполне достижима Путем Прихода к власти Тех же Социалистических Правительств Поэтому Надо Сконцентрироваться На борьбе Политической Отлично Спасибо большое Давайте поддержим Маши Вопросы Круто Достоин того Чтобы его Озвучить Если бы Были на другом Мероприятии Итак Вопрос Александре Так или иначе Гендерные квоты Ведут к тому Что нанимают Менее компетентным Скобочка Открывается Иначе Имеет смысл Требовать Набирать Более компетентных А не по полу Лично Вы Хотели бы Чтобы Вас Лечили Доктора По квоте 30 секунд На подготовку Но не чудо Не вопросы Друзья Как вы Сегодня Хорошо поработали Так 30 секунд Все Готовы? Супер Полторы минуты Стандартные полторы минуты На ответ Пошли То что будут нанимать По квоте Не значит Что будут нанимать Менее компетентно Значит Что будут нанимать Без стереотипов Да И сегодня Сегодня есть Например Распространенная Практика Ну экспериментов Иногда мыслительных Иногда нет Когда гендер Подающих заявку На определенную должность Скрывается И вот недавно В Австралии Если я не ошибаюсь Был проведен эксперимент И выяснилось Что при таком раскладе Порядка 60 успешных Заявлений Были поданы женщинами Да Когда статистика При открытом поле Оказывается обратной Ровно потому Что все ожидают Что она в определенный момент Уйдет в декрет Или окажется Менее компетентной Да Почему-то У нас не возникает Сомнения в компетентности Мужчин Присутствующих В большом количестве В политике Да Почему-то большое количество Мужчин Возникает Возникает Отлично Продолжаем Ну нет Но в смысле Что у нас не возникает Идея о том Что они ограничили нам Их доступ Или надо ограничить И тогда кто нам остается Кроме женщин Тогда кто нам остается Кроме женщин В этом же вопрос Нормальные политики Так Судьи Пожалуйста Не нарушайте процедуру Саша Продолжаем Нет Но речь же идет о том Что нормальные политики Это такая абстрактная конструкция Никто из нас Не видит друг друга Вне зависимости от нашего гендера И это прекрасно показали Исследователи Уэст Циммерман Всем многим из вас Здесь известны Да О том Что вся наша коммуникация Пронизана гендерным взаимодействием Она начинается с него Она заканчивается И на всех слоях Она пропитана им Я не против Влечиться у врачей Которые прошли туда по квоту Национальным и легендерным Мне все равно Отлично Давайте поддержим Прошу Саша выстояла Перед перебиванием И перед громкой поддержкой И за крупных дополнительных аплодисментов Но это не значит Что мы забыли о Марии Потому что на очереди вопрос ей И кстати пока Я прочитала Пролистала все вопросы И на самом деле Каждый из вопросов Настолько крут И замечательный Что наверное Мне бы хотелось бы Ответить Послушать ответы на каждый из них Но организаторы выбрали Вопрос Саше И звучит он так Ой, прошу прощения Маша, Маша, конечно Итак Александра Калантай считала Что с продвижением Женщин в производстве Политики Социальной жизни Связано прежде всего Наличие Второй смены Нужны ли квоты В домашнем труде Или следует Отдать его На аутсорс Общественных столовых Детских учреждений И так далее Мария 30 секунд Если вы готовы раньше То пожалуйста Говорите об этом То есть подъезд Потому что Работная Франция То есть Что такое Земля А я люблю Домашку Да я вообще Как-то не страдаю Есть? Да Супер Полторы минуты Начинается Вторая смена Это действительно Большая проблема И сейчас она и остается Потому что На самом деле Никто не испытывает удовольствие Выполняя после рабочего дня Свои обязательства по дому Мы здесь должны четко разделять Что есть кулинария Как радость Которая приносит тебе удовольствие Я например Тоже люблю выпекать А есть когда тебе нужно Накормить мужа И при этом еще Чтобы он был доволен И поэтому Я считаю Что да Действительно Нам нужно стремиться К тому Чтобы все это отдавать На аутсорс То есть Это должно делать Общество И сейчас На нынешнем уровне Развития Это вполне было бы Возможно Двигаться в эту сторону А именно Система развитых Общественных столовых Да Ну то есть Сейчас понятно Столовые Ассоциируются С чем-то ужасным Да Котлетка и пюрешка Но на самом деле Развить общественную структуру Вот кормления людей Вполне можно До достойного уровня И так же Это касается И воспитания детей Потому что Все это действительно Может и должно Делать общество Потому что В коллективе Всего этого Достичь и реализовать Можно гораздо лучше Тем более Что все мы понимаем Что не все родители Умеют воспитывать детей А если все это Будет развиваться Именно в точке Зрения того Что все общество Будет этим заниматься Это очень круто И соответственно И пропадает Проблема того Что конкретный муж Конкретная жена Не хочет что-то делать А это типа Ее обязательства И этот вопрос Снимается И как раз таки Социализм нам говорит О том Что да Мы этот вопрос Можем легко снять Если будем К этому стремиться Отлично Давайте поблагодарим Машу за ответ На очереди Следующий вопрос Александре То есть Позиции Или дебатерки За И звучит он Очень коротко Не повышает ли Саша Квотирование Ведения Квотирование Ведения Адекватной Демографической Политики А что это значит Рожать Больше Меньше Наоборот А Меньше Больше Или меньше Ну Окей Ну Меньше будут рожать Из-за того Что больше будут работать Вот что хочешь сказать Хорошо Хорошо Так Спасибо ребят Как хорошо Что авторы вопросов В зале Какое счастье Можем сразу Пояснить За Комментарий Саша Нужно временно подумать Женщина И кубанок Мнение гостей Дебара Или пространства Политика Может не соотноситься С мнением Представителей Пространства Политика Но спасибо За озвучку Саша Готова Все Полторы минуты Секундочку Все Полторы минуты Стартует Вперед Мне кажется Сама задачность Вопросом Что да Как же женщины Будут рожать Если вдруг Предоставить им Специальные Пространства В бизнесе Экономике Политике Активизме Уже Говорит о том Насколько Патриархатная логика Стоит за позицией Против квот Потому что Место женщины Где Понятно Воспроизводстве Населения Слово Бесплатном Репродуктивном труде От которого Получать Большую выгоду Капиталь Да И Вместе с тем Мне кажется Интересен Ваш вопрос С другой Позиции Потому что Как раз таки Присутствие женщины Как я уже Неоднократно Подчеркнула Женщин на руководящих Постах На всех уровнях Способно Напротив Создавать Более Привет Не приветливые Это не по русски Более Комфортные Условия Для женщин Матерей Да Потому что Как показывает Например Российский опыт Все законодательство Которое Тем или иным Образом Поддерживает Женщину Мать Было Разработано Выносить Ребенка Да Таким образом Даже если Говорить о Очень консервативной Критике То вообще То Руководство Присутствие Женщин На постах Принимающих Решения Будет способствовать Только созданию Лучших условий Для материнства А рожать Или не рожать Эта женщина Будет решать Сама Супер Спасибо Ну и наконец Наконец Финальный вопрос Адресован он Марии Итак Маш Почему если Квоты в левых Организациях Не нужны И марксистская теория Как панацея Создает Гендерное равенство То большинство В них И в их Руководящих местах У мужчин Стабильное Большинство Это кстати Тоже не так Так Это так В ГТР 40% было Да Пусть ответит Так Я чувствую У нас скоро Будет Будет Водибар За квент Гендерной Квоты 2.0 Мужская версия Но она будет Наверное Потом Мы готовы Так 30 секунд Маши На подготовку Пошли Супер Мария Тогда Финальные Полторы минуты А я не говорю Что этой проблемы Не существует Я говорю Что решать Ее над Не квотами А реальным Вовлечением В политику Потому что Квотирование На мой взгляд Представляет собой Механическое Решение проблемы Соответственно Сейчас Если мы посмотрим То в большинстве Левых организаций Ситуация Именно такая Как вы описали Да Она в некоторых Более здоровых Организациях Лучше Чем была Несколько лет назад Но тем не менее Еще работать И работать Над этим Другой вопрос Что если посмотреть На историю Левых движений Где женщины Реально в итоге Не какими-то косметическими Вот этими мерами А реальным Вовлечением В политику То есть Например Те же Женотделы Которые создавались Они занимались тем Что вовлекали женщин В политическую деятельность Через в том числе И трудовую Через защиту Своих прав Через защиту Тех специфических проблем С которыми они сталкивались Но это все делалось Именно путем Вовлечения В реальную деятельность В реальную работу Да Со своими Специфическими вещами Но это не квотирование Это другой инструмент И вот этот инструмент Он на мой взгляд И является наиболее актуальным И наиболее действенным Соответственно На нем нужно сконцентрироваться И за него бороться А не за вот Всякие квоты Этот инструмент Назначает И реальное вовлечение Женщин в политику Это можно делать Разными способами Начиная от того Что конкретные женщины Могут отставить Свои трудовые права Но это опять же Не квоты А это Та самая Политическая борьба Супер Спасибо Давайте поприветствуем Ответ Так Мы Медленно Но верно Близимся К завершению Дискуссионной части Нашей Культурно-развлекательной Программы И сейчас У нас На очереди Одна минута Для подготовки Заключительной речи Каждой из дебатерок Она начинается Но чтобы вам Минуту Не сидеть В тишине Я пока Объясню Правила игры Заключительной речи Что дебатерки Должны На ней Представить Это не только Самап Не только Пересказ Всех аргументов Ну и сведения К нескольким Тезисам Всей позиции Это также Возможность Высветить Слабые места Как позиции За или против То есть позиции Оппонента Так и Приведенных Оппонентам Аргументов Или Примеров Вот То есть Это возможность За 4 минуты Подытожить выступление Так Чтобы оно Лучше запомнилось И судим И конечно же Вам Ну и ладно Мне Чего греха Таить тоже Так 10 секунд Давайте пока Выберем Кто готов Отвечать Ну как только Вы подготовитесь Дайте знать Итак Кто Хочет взять на себя Ответственность Выступать Первой Я могу Маша Так что говорила Супер Хорошо Давайте Поприветствуем Сашу За ее смелость Говорить Не поприветствуем Конечно Поблагодарим Саша Тем не менее 4 минуты Заключительная речь Пошла Итак Я еще раз повторю Что квоты Это и есть То самое Прямое Перераспределение Ресурсов За которое Кажется И борются Социалисты Социалистки Да И кроме Они таким образом Предоставляют Возможности Тем Кто изначально Решены Да И имеют Более низкие Жизненные шансы Более того Квоты Как набор Некой критической массы Вместо индивидуальных Траекторий Биографии Настаивают на росте Некого Группового Самосознания Да Пробуждение Сознания Это слово Очень важная Идея Да Которая Противостоит Идеи Индивидуальных Успешных Женщин И квоты Как показывает Практика Вовсе не значит Механическое Вовлечение А намного Больше исследований Подтверждает Их буквальную Выгоду Для всех Женщин Потому что Если мы Посмотрим На 10 Топ 10 стран Да С наибольшим Уровнем гендерного равенства Все эти страны Используют Так или иначе Практику квотирования Да И это важно Кроме того Если мы поговорили Как я уже упоминала Компании В которых Используется Гендерное квотирование Они предоставляют Больше прав работницам Исследования Правительств В которых Соблюдаются Гендерные квоты Показывает Что в этих В этих странах На здравоохранение Бюджет растет А на оборону падает Да Не это ли Считается для нас Чем-то Что является Нашим Общим интересом Да Это с одной стороны Маша мне Постоянно Противопоставляет Идею Реального Вовлечения В политику Мой же аргумент В том Что Квоты Предоставляют Эти самые Возможности Для реального Вовлечения А не механического Да В то же время Любимая нами Обеими История Женотдела Как бы Не про квотирование Но нет Ведь Женотдел С одной стороны Вел практику Делегатов Для которых Было Тише Тише Давайте Для Для Делегатов Был создан Специальное Как бы Место Внутри Инфраструктуры Новой Советской Власти То есть У них Была Некоторая Квота Можно сказать В этом смысле Им было Отведено Это место Они не ломились В закрытые Двери С одной стороны А с другой С другой стороны Да Действительно Женотдел Просуществовал Недолго Но Результаты Этой Как бы Политизации Женщин Были возможны Да И воплотились Потом В работе Других Институтов Советского Государства В которых Присутствовал Элемент Квотирования Да И это важно Потому что Только благодаря Квотированию Было возможно Поддержать Тот накопленный Низовой Политический Потенциал И это Ключевая история Про квотирование Что квотирование Никогда не обсуждают Вообще-то Да В изоляции Потому что В этом смысл Мы же все люди Сложные И понимаем Что такое упрощение Никому не помогает Квотирование Часто рассматривают Как выход Низовых инициатив Как получение Голоса Тех же профсоюзов На уровне управления Компанией Условно говоря Или низовых Феминистских организаций На уровне парламентов Да Это и есть Выход Низовой борьбы В Как бы В пространство Где принимаются Решения И поэтому И кроме того Сами квоты Могут быть С поводом Для мобилизации Которые видятся Как расширение Пространства Политических возможностей Да А не их сужение Или механическое Решение Как ты предлагаешь Да Механическим Оно действительно Может быть В ситуации Когда не работают Никакие институты Это другой вопрос Да Но вместе с тем И как бы Моя идея Да Квотирование В том Что оно само по себе Способно Как бы стать Этой Учреждающей Да Силой Которая будет Переосмыслять И менять Существующие Неработающие Институты Вот Таким образом Мне кажется Что только Квотирование Конечно в совокупности С другими Методами Да Но является Единственным Надежным способом Реального Вовлечения В политику Вот На этом я закончу Спасибо Спасибо Саша сегодня Достается С точки зрения Перебивания Ее речи Больше всего Пока Маша Готовится Я отмечу Ребят Что у вас Будет возможность Высказать свое мнение Во-первых Голосованием А кстати Кто не получил QR-коды Для голосования Пожалуйста Либо поднимите руки Либо обратитесь К нашим организаторам Спасибо Да Формат голосования Все это будет позже Не хочу сейчас Стратить время Соответственно И у судей И у зрителя Будет возможность Не перебивая никого Донести свою точку зрения Фух Маша Тянула время Как могла Но вы готовы? Да Четыре минуты Марии Финальные Заключительные минуты Пошли Главное наше Противоречие Заключается в том Что Мы признаем Что проблема Есть Но вопрос В том Как ее решать И это на самом деле То о чем Ломают копии Многие левые И тем не менее Здесь я буду стоять На том Что квоты Проблемы нам Решить не смогут Почему же Они ее не смогут Решить Предположим Сейчас мы вводим Квотирование В органы Государственной власти Замечательно Мы его вводим И что же мы видим Ну окей Муниципальном И так далее На всех уровнях Мы видим большее представительство У женщин Каким образом Это изменит ситуацию В России Если мы знаем Что в России Нет политики И мы знаем Что в России Политикой занимаются Только те Кто между собой Что-то решает Что-то делит А мы узнаем Только какие-то Отголоски происходящего И это касается И женского вопроса Потому что Никому он не сдался К сожалению Пока люди Которые находятся В верхах Заняты переделом собственности И какими-то Своими интригами Поэтому Говорить о квотировании Сейчас Мне достаточно Непонятно Как это может В принципе Решить проблему Если предлагаемая мера Даже если ее внедрить В неработающие институты И как правильно заметил Саша Институты не работают Они мертвы Как можно оживить То, что мертво Единственный способ Это как раз таки Предлагаемые мной Меры Реального вовлечения В политику И под этим Я имею ввиду Когда к примеру У нас есть конкретные случаи Конкретные женщины Хотят бороться За свои трудовые права У них есть Конкретные проблемы Которые отличаются От мужских Например Не берут на работу Из-за того Что они могут Родить ребенка Уйти в декрет И все И брать их не хотят Хотя на самом деле Декрет выплачивает Не работодатели С своего кармана А государство Тем не менее К сожалению Вот эта вот Наша тема сегодняшняя И коммерческая И государственные структуры Они в России Настолько тесно Переплетены Потому что У власти находятся Те Кто обладает капиталом И поэтому Тема Она на самом деле Многогранная Потому что У нас сейчас Нету отдельно Бизнеса И отдельно Власти У нас все это Вместе И достаточно Посмотреть Кому принадлежат Самые крупные Компании И в общем-то Все становится Достаточно очевидным И поэтому Внедрять в эту Структуру Квотирование Значит просто Играть по этим Правилам И да Может быть Там будет Больше женщин Но как Этот порадует Конкретную Конкретную Работающую Уборщицу Конкретную Работающую Повариху В детском саду Как это порадует Их Что какие-то Другие женщины Обладают Деньгами Властью Да Они представлены Да Они в бизнесе Да Они будут во власти Даже теоретически Если вот эта система Может сработать Да Но тем не менее Это никак Не скажется На том Что эти Обычные Женщины Обычные люди Они все равно Не будут Свои проблемы Решать Через такие институты Поэтому Нужно В целом Менять подход И менять его системно Проблема неравенства Она же лежит Глубоко Глубже Чем Простая Репрезентация В органах В бизнесе И так далее Она лежит В самом корне Неравенства А именно В наличии В том числе И капитализма И поэтому Я продолжаю Говорить о том Что без Социалистических реформ Все это обречено Можно Сколько угодно Вводить квоты Можно Подкрашивать фасад Но все равно Это приведет Только к тому Что будет казаться Что жизнь стала лучше А на самом деле Вот этот вот фундамент Он проседает И ничего с этим Сделать нельзя И на фоне Женского вопроса Мы это прекрасно видим Потому что Ну Кому захочется Рожать детей В том обществе Где изначально Мы уже видим Что здравоохранение Рушится И прочие радости Поэтому Только Социалистические реформы Эквотирование Оно Не поможет На данном этапе Нужно Более радикально Подходить К этому вопросу Отлично Спасибо Спасибо Машин Итак Да Теперь мы переходим К подготовке К следующей части Самый компетентный Наверное Здесь Эксперто-ориентированный Это вердикт Судей У вас Есть несколько минут На подготовку Я напомню Что Судьи Дают оценку Не самой позиции Не личным убеждением Но аргументативности Представленных мнений Соответственно Саши И Маши Убедительности Дебаттерок Кстати говоря Ребят Помните Я вам говорила Что у вас тоже Будет возможность Повлиять на ход Этого Этой игры И принять участие В голосовании Надеюсь Сейчас Теперь уже У каждого И у каждой В руках Есть маленький Листочек С QR-кодом И надеюсь Что у каждого Из вас Есть возможность Перейти по этому Коду На онлайн Голосовалку Воспользуйтесь Временем Для подготовки Судейского Вердикта С пользой И начните Голосовать Ровно через блок Мы завершим Голосование Вас Зала И подведем Финальные итоги Скажите Мы должны Единые Или Нет У вас Будет право Голоса У каждой Поэтому Можете Пока еще Если вы Определили Что вы будете Говорить Можете Решить Кто начнет А можно Как бы Один У нас Баллы есть Благо говоря Нет У каждой Будет по баллу Баллы Символические К сожалению У нас нет Никакого Приза Спойлер Но Конечно же Мнение Каждой Из вас Будет важным Я считала Я считала Нет Я считала Нет Тачка И Кстати Ребята Если у кого-то Есть вопросы По голосовалке Или Если нет Бумажки Маячьте Поднимайте руки Организаторы Пространского Политика Подбегут вам На помощь А можно Я пока Воспользуюсь Паузой Конечно У нас Недавно Вышел Я хотела Подарить Александру Спасибо И Краснодарского Политика Спасибо Ребята Спасибо Я напоминаю Что Так А это Зин От Союза Марксистов Все Отлично Я напоминаю Что Маша Тереза Представляет Ресурсы Феминизма Фрая Фрауэн Где они делают Вот такие чудесные Очень эстетичные Зины Поэтому Также рекомендую Перейти На Маршины Соцсети Они все есть В посте Ну Раз уж у нас Такая рекламная Пауза Грех не сказать О Саше Толовер Напомнить Всем присутствующим Что это не просто Женщина Не просто Исследовательница Советской Гендерной Политики Декторанка Центрального Европейского Университета Но еще и Участница Российского Социалистического Движения Давайте ее тоже Бурля Поприветствуем В таком статусе И опять же Ссылки на Девушек И на их проекты Все найдете В постах Очень рекомендую Горячо рекомендую Вам перейти После мероприятия И Заинтересоваться Их проектом Все Мы начинаем Я Развлекала За как могла Но Время не ждет Время задавать вопрос Кто начнет? Да Хорошо Ой Ну конечно же Комментировать Какие еще вопросы Девушки отдыхают